Чем-то напоминает, когда зовёте девушку поиграть в шахматы, да, вот зовёте её играть в шахматы, благие намерения, развивающая игра, хорошая, для умных людей, шахматы это замечательно, и, значит, как его, зовёте её поиграть в шахматы, она говорит, мы правда будем играть в шахматы? Конечно, будем играть в шахматы, а чем всё заканчивается? Конём на Г5 заканчивается всё, конём на Г5. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хелплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня продолжаем сажать преступников за решётку и штурмовать неугодных нам политиков. Да, в игре под названием «Это полиция». А что поделать, друзья? Какие времена такие и нравы? Хочешь жить, умей вертеться, как говорится. Подготавливаемся мы с вами к штурму, если вы не забыли. Прочитал я ваши комментарии, учёл некоторые напоминания, которые вы мне сделали, и сейчас мы сделаем некоторую перестановку. Но перед этим поднимем бокалы и выпьем за то, чтобы наш БТР проломил любые стены. Философски звучит, да? Вот так вот. БТР нашей жизни. Вот теперь точно, да. Итак, беглый заключённый прятался в пустом доме и выдавал себя за риэлтора. ЛГБТ-активисты планируют марш в центре города. На пляж выбросилась огромная рыба, неизвестная учёным. И такое, кстати говоря, уже случалось, поэтому ничего удивительного. Надеюсь, изучат эту рыбу и найдут лекарство от рака. Право яичко. Сто волни пришёл на работу, чёртов негр. Я слишком устал. Могу пойти домой, да. Так, друзья, кому дадим повышение? Предлагаю дать Вольфу, например. Адольфу Вольфу. Давайте, всё. Всё, замечательно. Теперь он сможет руководить Германией. Эээ, так, давайте. Давайте послушаем что-нибудь вот такое. Новых у нас уже музяк точно не будет. Поэтому наслаждаемся нашей скудной коллекцией. Ничего не поделать. Так, церковь, штурм. Ага. 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 Вот чём я тут сделать, да? Но, погодите, с этим Питер Мёрфи, футбольный фанат, он не пропустит ни одного матча местной команды. Так, надо задержать там этого паренька. Джима Коллинса вызвали в школу, его сын что-то натворил. Эээ, и предлагаю съездить сюда и взять... Взять... Нет, давайте, давайте, давайте двух красненьких возьмём. Всё, я думаю, давайте. Я думаю, он там. Он, думаю, прилежный отец. Хоть и преступник. Так, стукач, оплачено. Боже мой, сколько дел, куда идти? Значит, стрельба. Старшая школа Фриборга. Старшеклассник Августес О'Коннор пришёл в школу с двумя пистолетами и охотничьим ружьём. Он зашёл в класс вместе со звонком, запер дверь и дважды выстрелил в потолок. Директор школы сообщил, что поли... Сообщил полиции, что у мистера О'Коннора были проблемы со сверстниками. Над ним регулярно издевались, унижали за его внешний вид и имя. Августес очень умный и скромный мальчик. Он делал огромные успехи в учёбе. Вот, знаете, школа, конечно, пристанище вонючих, грязных животных. Не в обиду, не в обиду школьникам. Это относится, конечно, не ко всем, но... Вы же сами наверняка были не раз свидетелями, да, вот, чего-то ужасного. Ай! Итак, драка пригорода. Сейчас мы туда отправим, ребят, пять секунд. Мистер и миссис Коллинз разводятся и продают свой дом, когда... И продают свой дом. Когда риэлтор привёл потенциальных покупателей на показ, супруги поссорились из-за какой-то мелочи и стали шевыряться друг в друга посуды. Потом и вовсе устроили драку. Полицию вызвал риэлтор. Разнимите их скорее, психованных этих... Они всех клиентов распугают. Эм, сказала риэлтор, который заботится о своём заработке. Я думаю, что Хоут и Сонг и Лазарини, они справятся там, чего-то разнять-то, это фигня. Так, сюда, 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 сюда. Давайте, ладно, отправим кучу. Это маловато, да? Ну, если спецназ... Я не знаю, что он там, школьник-то, может сделать-то, по сути. Может, добавить зелёненьких. Просто стремновато как-то. Ну, спецназы тут такие... Давайте, ладно, пофигу, что школьник нам сделает? Учебниками закидает. Два года провела в тюрьме за попытку ограбления. Так, и теперь самое время допросить... Допросить её. Рут Лонгворд. Лонгворд. Надеюсь, она нам даст информацию и как раз переставим всё. А, ещё расследование. Мне кое-что напомнили. У нас тут... У нас тут вообще бред. У нас тут красный руководит. Красный... Короче, ну, вы понимаете, небольшие несостыковки. Уберём её оттуда. А то мало ли что. Так, похищение. Погодите. И преступник пойман. Так, преступник пойман. Надо будет ещё в это место ездить обязательно. Убийство. Гетто. Плачущий мальчик сообщил, что сосед отравил его маму. Он пришёл и подливал ей что-то в стакан. А теперь она лежит и не двигается. Я не могу её разбудить. А ещё у этого мужчины была камера, и он почему-то снимал с неё. Ну, понятное дело, просто напоили мамашу, выдрали, видимо, толпой. И как бы всё. Я думаю отказаться. Я рискну. Я рискну. И мы справились со школьником. Ещё бы. Драка. Замечательно. Здесь тоже всё более чем прекрасно. Более чем прекрасно. Ну, это фейк, да? Мама перебрала с выпивкой. Её жизнь не угрожает разве что адское похмелье. И стыд после того, как она увидит видео на порнохабе в топе с собой. Так, вперёд, красные. Хотя, знаете, нет. Давайте, давайте Макуи отправим и Муна. Хотя я боюсь, что они завалят. Нет. Давайте отправим всё же Фонтенот. Я просто хочу оставить ответ красных таких вот, да? Давай, вперёд. Так, теперь Шторм. Короче говоря, в чём, друзья, были замечания? Это не насчёт этого. Я просто убираю. Я сам ещё подумал, что не хочу, не хочу штурмовать Хлев почему-то. Итак, водонапорная башня. Действительно, нам сказали, что там есть вооружённый человек. Нам требуется охрана. Давайте укрепим. И вот здесь тоже какие-то ребята с биноклями. Вот. Поэтому я предлагаю штурмовика сюда на охрану с напаков поставить. Итак, у нас есть два бичера, три штурмовика и лидер группы. Вопрос, где находится Робеспьер? Наверное, он находится в доме. Хлев, мне кажется, вообще можно забить. Ресторан, либо второй этаж ресторана, либо дом. То есть, вот непонятно, где этот клоун-то находится. Итак, вор. Преступная жизнь для меня в прошлом. Я благодарна тюрьме за то, что там меня познакомили с Иисусом. Слава Иисусу! Он кардинально изменил мою жизнь. Три года назад я искала лёгких денег, и мне кто-то шепнул, что в Чаффи Хаус в определённые дни хранится много налички, а из охраны там только одноглазый пенсионер с шокером. Оба входа в ресторан действительно оказались незащищёнными. Но вот на первом этаже ничего ценного не было. Я пошла на второй, пробралась к сейфу, попыталась его открыть, а потом всё резко потемнело. Очнулась я уже в изоляторе. Одноглазый дед. Ха! Но абсолютно никакой новой инфы. Понятное дело, что стопудово нижние проходы охраняют, хоть она говорит, что нет. Ну её же задержали, там как-то видно хитро всё сделано. И то, что на втором этаже деньги, мы и так это знали. Нахрен нам это... Нам не нужны деньги, знаете? Нам это не нужно. Нам нужно ждать новую информацию. А у нас пока очень мало. Я вообще не знаю, будет ли больше, но... Пока ждём, пока ждём, друзья. Потому что... Вот как-то так. Потому что как-то так. Чё у нас там-то по делам-то? Едут куда-нибудь они, да? Так. Публичное совершение непристойного действия. Миссис Кронкит пришла в парк со внучкой и стала свидетелем оберзительного зрелища. Толпа голых людей сношается прям посреди нашего любимого парка. Господи Иисусе! Я больше никогда не смогу сесть на эти лавочки. Другие очевидцы сообщают, что это группа шведских активистов из движения Fuck for Forests. Они организовывают публичные половые акты, чтобы привлечь внимание общества к проблемам вырубки лесов и исчезновению джунглей. Знаете, это очень хитрая схема получить на халяву потрахунчики, прикрывшись благими намерениями. Подсесть тёлком на уши, сказать, да вы чё, мы будем... Я не хочу с тобой трахаться, ну что, мы будем трахаться во имя деревьев? Ты что? А, ну да, ты вот тоже, например, представитель деревьев. Что, прости? Не, не, чё, просто... Я говорю, за природу, говорю. Вот, за природу, за природу. Чем-то напоминает, когда зовёте девушку поиграть в шахматы, да, вот зовёте её играть в шахматы. Благие намерения, развивающая игра, хорошая, для умных людей. Шахматы — это замечательно. И, значит, как его? Зовёте её поиграть в шахматы. Она говорит, мы правда будем играть в шахматы? Конечно, будем играть в шахматы. А чем всё заканчивается? Конём на Г5 заканчивается всё. Конём на Г5. Понимаете? Вот так вот, вот так вот. Вот, вот, мужики, они такие. Чё только не придумают ради траха. Итак, автозак, конечно же. Автозак, я не знаю. Я не знаю, нам здесь особо-то, ну, потрахунчики, и что? Я думаю, что четыре офицера вот этих вот без проблем с ним справятся. Поехали. За члены сейчас всех возьмём, только перчатки надо надеть. Вот, и всё, и за члены их отведём. А тех отведём за другие, за соски возьмём, в тиски. Я про женщин. Преступник пойман. Замечательно. Дело закрыто, вы всех поймали. Красавчики. Сказала нам игра. И мы начинаем расследование в отношении Гаррета Холла, конечно. А, нет, надо ещё дождаться приезда наших ментов. Центральный вокзал Фриборга. Информатор сообщил, что на вокзале произойдёт передача ввезённых в торговом вагоне девушек, которых собираются продать сексуальное рабство. Груз охраняют вооружённые люди. Нужен автозак, конечно. Нужно дождаться автозак. А это что такое? А, ну да, это мы... Это мы ждём. Это мы ждём приезда офицеров. Подозрительный индивидуум. Девушка сообщила, что заметила на улице какого-то мутного типа, который шёл за ней до самого дома. Я еле успела захлопнуть дверь подъезда. Ну, это хрен ещё остался под дверью. Я его из окна вижу. Тьфу, на него. Приезжайте и разберитесь. Но это... Да это фейк. Потому что... Ну, я вот в этого ключи забыл, человек. Хотел протиснуться вместе с ней, знаете, чтобы... Вот. Ну, или... Или просто стесняется, знаете, набрать домофон, сказать, почта. Она решила протиснуться. Так, тут, конечно, нужен спецназ. Конечно, нужен автозак. И, безусловно, нужен отряд высококвалифицированных офицеров. Причём целая пачка. Так, девушка... Так, ну это бред, да. Это мы сюда не поедем. Мы сюда не поедем. Так, ещё не вернулся, ясно. А, во, вернулся. Так, кейс у нас возглавит расследование. Ну и, в принципе, вперёд. Вперёд, друзья. Мутным типом оказался новый жилец дома. Безобидный программист. У которого ещё нет ключей одного фона. А я что сказал? Я... Видите? Детектив Сергей, он... От него ни хрена не скроешь. Я же всё прямо наперёд вижу. Просто... Ага, уже по первой строчке. Прочитал и уже... Я уже понимаю, чё к чему тут, а? Вооружённое ограбление. Неопрятный мужчина вырвала пожилой женщины сумку и попытался убежать. Но та сумела его догнать. Пожилая женщина сумела его догнать? Ладно. Тогда мужчина достал пистолет и выстрелил женщине в живот. Теперь она беременна. Ладно, отец сам скрылся в заброшенном доме. Этот козёл до сих пор там сидит. А здесь какой-то алкаш рвёт на себе рубашку и кричит, что сейчас пойдёт туда и разорвёт бандита голыми руками, сообщил очевидц. Может быть, оставить это дело на супералкаша, как вы думаете? Ну ладно, давайте, конечно же, съездим. Мы не можем доверить алкашу такое дело. Муна пусть прокачают. Пусть прокачают Муна, пусть поедет с ними. А то у него 140. Надо, надо, чтобы 150 было хотя бы. Иначе смысла от него, конечно, немного. Увидев полицию, большая часть охранников сложила оружие и сдалась. Но один стал отстреливаться и спрятался в вагоне, в котором, предположительно, находятся пленные девушки. Выходи, пока у тебя есть шанс выбраться оттуда живым. Бросить вагон гранату. Вооружиться шокером и забраться в вагон. Можно решить две проблемы. И проблемы с преступностью и проституцией. Но проститутки это хорошо, поэтому выходи, пока у тебя есть шанс выбраться живым. Замечательно. Замечательно. С этим сложным делом мы с вами справились. Несанкционированный митинг. Услышим слухи про большую волну сокращения. Около сотни работников собрались перед зданием Аттикус Тауэр. Вскоре из здания на толпу кто-то выбросил несколько стеклянных бутылок. После чего развязалась настоящая бойня. Эти люди дерутся насмерть. Много у кого в руках не только палки, но и пистолеты. Да-да, все серьезно. Но, блин, у меня не хватает ментов. Так, расследование началось. Давайте сюда закинем бравых ребят. Бравых красных ребят, которые увеличат нам шанс того, что кадры будут более бодрые. А вот сюда эти не успевают. И зеленых недостаточно. Это ГГ. Я не знаю. Я могу, конечно, сделать так, но у меня даже нет... Да не, это просто самоубийство. Их там убьют просто. Ну, понимаете, это не имеет... Вот это вот не имеет смысла. И без авто... Это просто ни о чем. Тем более тут две... Ну, это вообще пипец. Кто же знал, что там будет такое дело? Это же просто пипец. Нападение с применением холодного оружия. Десяток вооруженных холодным оружием людей ворвались в ресторан и начали громить все подряд. Под удар также попали гражданские. Менеджер, успевший вызвать полицию, утверждает, что напавшие явно что-то ищут. А вот сюда мы сможем выехать. Смотрите, вот целый отряд. Поехали. Так, несанкционированный митинг. Преступник скрылся, гражданский погиб. Очень плохо. Так, теракт. У нас три новых кадра. Пока этого недостаточно. Ждем еще. Изнасилование. Так. Так, 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 так. Из этих интересных изнасилований. Это да, это я люблю. Ну, в смысле, не насиловать. Ну, короче, ладно. Лучше помолчать. Изнасилование. На студенческой вечеринке кто-то изнасиловал девушку Ханну Нельсон. Это кровь? Да, это кровь. Смотрите, она еще была девственницей, судя по всему. Ах, какой нехороший первый опыт. Ханна Нельсон. Жертва. Это была тихая вечеринка. Мы с Эмили пришли вдвоем и танцевали. Когда к нам подошел Джон Зиммерман и предложил выбить. Так, это была тихая... Мы с Эмили... Мы танцевали. Так, у нас есть кадр, где мы с Эмили танцевали? Нет кадра, значит, видимо... Видимо, они... А, нет, есть кадр танцевал. А, вот, он даже подходит. Привет, девчонки, как дела? Танцы. О-о-о, все нормально. Итак, значит, предложил выпить. Выпейте. Она говорит, я не пью, но он наставил... Наставил. С такой милой улыбкой. Я выпью. Что я сделала? Пару глотков. Ну, ладно, давай прибухну. Ням-ням-ням. Итак, значит, я сделала пару глотков из стакана, который он мне дал. Потом мы с ним потанцевали. Нет такого кадра. И Эмили потребовала, чтобы я выпила и с ней. Типа, за нашу дружбу. Она налила мне новую порцию из своего стакана. Итак, выпьем, подружка, давай, ладно. За дружбу. Итак, значит, ага, да. Так, она налила мне порцию из стакана, мы снова выпили. И Джон предложил уединиться. Так, так, хорошо. Он взял меня за руку и повел к дому. Так, взял за руку и повел к дому. Вот, я вижу. А дальше все как в тумане. Очнулась на кровати почти голая между ног кровь. Я ведь была девственницей. Мисс Карр. Эмили Карр, подруга жертвы. На вечеринке Хана куролесила больше всех. Она та еще оторва, обожаю ее. Она пила из всего, что попадалось под руку. Когда начали играть медляки, к нам подошел Джон Зиммерман со стаканами и стал тереться вокруг Ханы. Они немного покружили, выпили. Она взяла его за руку и убила в дом. Их долго не было. Я решила разыскать Ханну. В доме столкнулась с Зиммерманом. Он торопливо застегивал ремень. Так. Ну, в доме... Так. Например... Так. Вот еще вот что есть. Так. В доме столкнулась... Ну, этим вот это вот. Ладно. Столкнулась с Зиммерманом. Хорошо. Так. Значит. Столкнулась с Зиммерманом. Он торопливо застегивал ремень. Был весь напряженный, будто сделал что-то плохое. В одной из комнат я нашла Ханну. Она была полуголой. С мутным взглядом. Все очевидно. Зиммерман подпоил ее и изнасиловал. Че-то гладко стелит, шлюха. Я не верю в миска. Мне кажется... Мне кажется, это... У нас есть кадр. Вот. Видите? Соски в тиски пытается сделать с ней. Мне кажется... Мне кажется... Это подруга подставила ее. Настя, женская дружба. Джон Зиммерман. Парень с вечеринки. Да, мне нравилась Хана. И мы немного развлекались на вечеринке. Потанцевали, выпили и уединились. Но ничего не было. Мы просто поцеловались. А, так. Смотрите, да. Действительно. Уединились, поцеловались. Так. А потом... Спальню ворвалась ее психованная подружка Эмили. И выставила меня за дверь. А, да, действительно. Она ворвалась. И вот вы... А, и вот выставляет. Да. Значит, за дверь. Эмили давно на меня запала. И... Ей... Ей не нравилось, что я подкатываю к Хане. Когда я выходил, то услышал, что Хана сказала, будто у нее кружится голова. И глаза слепаются. Я уже... Так. Вот это вот, наверное. Или... В общем, ладно. Сейчас поймем. Судамин-эксперт. На теле жертвы есть следы насильственного проникновения. Но нет посторонних биологических следов. Спермы или слюны. Обнаружены только следы сперма... Спермицидной смазки, которая характерна для презервативов. В крови девушки небольшое содержание алкоголя и зашкваливающее количество рогипнола. Судя по всему, рогипнол был подмешан в выпивку жертвы, после чего она пришла в бессознательное состояние и стала легкой добычей для насильника. Вместо преступления на кровати обнаружены следы крови. Рядом с кроватью валялся баллончик женского дезодоранта, ножницы, галстук и разорванная упаковка от презервативов. Так, где-то... А, вот, последним кадром. Ага. Эмили Карр, подруга жертвы. Эмили давно влюблена в Джона Зиммера, который не игнорировал... Который ее игнорировал и ухаживал за Ханнельсона, а та совсем не возражала. Поэтому Эмили решила отомстить им обоим грязной шлеха. Итак, значит, здесь мы нормально... Сейчас мы ее арестуем, да, по-тоскуху. Эмили Карр живет с родителями. Давайте, с родителями. Наверняка, так, быстренько. Робинсон и Сонг. Хотя нет, особо опасной преступнице надо использовать лучшие кадры в нашем отделе. Эмили Карр живет с родителями. Прилежно посещает лекции. Ох, боже мой. Вот так вот, ребята. Вот она, женская дружба, что могу сказать. Так, здесь мы... Замечательно. Давайте, пусть она будет там, пожалуйста. Пусть она будет там. Давайте, давайте, пусть она будет с родителями. Она живет, что еще делать? Ах, ха-ха, ну ладно. На лекции, прикиньте еще. Боже мой, бухает и учится. Это же несовместимые вещи, абсолютно. День 170. Футбольный стадион Мунлайт примет соревнования легкоатлетов. Глава департамента здравоохранения Фрибурга угрожает эпидемии туберкулеза. Фрибургу. Магазин Бигфут обует сирот на бабки. Ха-ха-ха. Ну, видимо, нет. Имеется в виду. Обует их... Обувь даст им. Звучало просто странно. Опа, заставочка. Итак, мы пришли на работу и... Кто же нам звонит? Хоп, и бывшая жена. Джек, прости, я все поняла. Я люблю тебя, Джек. Я люблю, люблю твою лысину. Я люблю тебя, Джек. Я хочу вернуться. Меня здесь больше не любят. Джек Бойджи в полиции Фрибурга. Джек, Джек, это я. Я так рада, что ты жив, Джек. Послушай, я хотела... В общем, Лора уехала, Джек. Уехала из города. Она не собирается возвращаться. И детей она тоже не хочет видеть. Говорит, что не хочет делать им больно. Она... В общем, я решила, что тебе нужно это знать. Прикинь, ну это жена шлюхой, тварь. Посмотрите, даже детей. Уже не важно. Уже поздно, но я благодарен вам за звонок миссис Марком. Хоть дети и взрослые, но все равно. Слушай, Джек, я все не могу выкинуть из головы тот случай. Я клянусь, я не имею никакого отношения к нападению на тебя. В тот день Лора пришла в ресторан, прождала тебя около часа, и я была с ней. Ты веришь мне, Джек? Мне все равно, миссис Марком. Мне правда все равно. Берегите себя. Ой, бля, бля, боже мой. Жена шлюха кончена. Надеюсь, ее там где-нибудь собьет машину. Эта потаскуха вонючая. Так, ладно, все, давайте. Начинаем новый день. Нашу скудную коллекцию берем отсюда. Не знаю что. И слушаем это. Надеюсь, вам понравится переслушивать это. Раз за разом. Так, Климентина Бэроу, спасибо за долю. Так, ага, сюда мы не можем проехать сейчас. Детский сад. Жестокое обращение с детьми. Мистер Мордеев пришел забирать своего сына, тот долго не мог завязать шнурки. Отец психанул и стал бить мальчика ладонью по лицу. Идиот! Посмотри на себя, даже шнурки завязать не можешь. Сейчас у половины зрителей этого ролика флешбеки будут, как их отец избивал их по лицу. Так, ну что, мистер Мордеевым, я думаю, что... Я довер... Я, 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 ну, довериться вот этим трем. Святая Троица, у них даже профессионализм. Тристо нам с лишним и так далее. Так... Надо снять Наву и Гордин. Так, они здесь, да, у нас? Нава и Гордин. Нава и Гордин снимаем. Так, раз, два, три, четыре, пять... А, ну да, все. Так, давайте. Вперед! Значит, ага, да, и сюда мы заехать не можем. Надеюсь, они там справятся с отцом. Убийство закусочное. Мужчина, жевавший бургер в кафе, стал размахивать руками. Задыхается, затем замертво упал на пол. Один из посетителей закричал. Я тысячу раз слышал, что этот конченый сацапат Эйди подсыпает в еду крысиный яд. Вызывайте полицию. Это бред, но поперхнулся человек из ног, бывает. Мини-маркет. Нападение. В магазин зашел бредный мужчина. Остановился у полки с мясными продуктами и долго что-то выбирал. Затем его началось сильно трясти, и он упал на землю, но сознание не потерял. К нему подбежал сотрудник магазина и помог встать на ноги. Мужчина еще сильнее побледнел. Затем соскалил зубы и проревел, что у него под кожей рвется зверь. А затем укусил сотрудника магазина за шею, вырвав огромный кусок плоти. Богом клянусь, что он на глазах поздоровел до раза в два. Это пришелец какой-то. Прокричал в трубку рыдающий продавец индус. Вау. Что я могу сказать? Ну, это, конечно же, бред. Получается, он вооружен только вставной челюстью, или что у него там. И я не знаю, они троем должны справиться. Так, а это фейк. Там и не поедем. Это стопудово бред. А сейчас хопа там и реально. Сеть закусочных Эдис Бургер. Бургер подсыпает яд крысиной, прикиньте. Итак, убийство. Пострадавшего никто не травил. Просто он не обратил внимания, что заказанный бургер подается с арахисом, а у мужчины на него аллергия. Жестокое обращение с детьми. Отлично, мы вцепили ребенку леща. Еще больше. Мы приехали. Да действительно. А мы приехали, он говорит, офицеры, посмотрите, мой сын не может завязать шнурки. Мы такие, отвратительный сын, поменяйте этого ребенка. Так, здесь мы тоже с вами все сделали правильно. Фальшивомонечество, литейный завод. Благодаря анонимной наводке стало известно, что в одном из заброшенных заводских помещений группа злоумышленников занимается фальшивомонечеством в промышленных масштабах. Преступники вооруженные и очень опасны. Конечно же, спецназ, автозак. Так, ну и сюда надо отправлять красномордных. Ну, я думаю, достаточно, да? В любом случае, зеленых мы не отправим. Ну, со спецназом, еще и автозаком. Так, штурм мы допросили. Давайте слушать бывшего охранника. Бывший охранник ресторана Чаффи Хаус. Капитан детского... Детского спецназа в отставке. Капитан датского спецназа в отставке. Я столько лет жизни отдал охранник от скотобойни, но, видимо, все равно не заслужил человеческого увольнения. Мне где-то месяц назад какая-то девочка-секретарь позвонила и сказала, что моих услугах больше не нуждаются. Разумеется, я пытался добиться объяснений, поехал туда, хотел встретиться с хозяином скотобойни, но все тщетно. Мне моментально нашли замену из здоровых молодых парней с большими пушками. Дверь в дом и оба входа в ресторан охранялись, как какой-то военный объект, не пробиться вообще. Дверь в дом. Дверь в дом и оба входа в ресторан. И нам сказали, он не охраняется. Пятый и четвертый, короче, жопа, там полный пипец. А вход в дом, это девяточка, да? Это девяточка, да? Тут же нет. А что если через... Ну, через восьмерочку надо заходить тогда. Вход в дом-то охраняется, а восьмерочка-то, смотрите, тут нет ничего. Вход в дом вот... А, еще десяточка, погодите. Десяточка вход в дом. Так, вот он же в доме наверняка. Короче говоря, ставим сюда, ребят. Только нам, блин, нам нужно, чтобы кто-то проломил нам... Да, как мы залезли через окно? Так, а что они умеют делать? Ну-ка. Бойцы движения подрывают, экипированный таран, мельскими-то типами взрывчатки, по-моему, пробираться к возращённой и усилённой конструкции, а также подорвать объекты... Так, я не знаю, через стенку они могут подорвать как-то? Ну, наверное, сюда нужен... Я не могу, то есть... А, могу. Так. Так, нет, ну это как-то не очень. Вот непонятно, как бы зайти в дом, чтобы... Вот через десяточку можно войти? Да, через десяточку, например, устроить штурм дома и навести шорох ещё вот тут вот. А это просто на мясо пустить. Хотя... Тут проход, да, у нас девятка? Да, вон, девятка это проход. Вот здесь у него... Хотя уже... Не, погоди, десятка, наверное, вход в дом. Да, чё это плюс? Десятка это вход в дом, а девятка нет, наоборот. Десятка это вход в дом. Мне кажется, да. Или... Ну, не может быть прям в упор к забору вход в дом. Видите, в девятка? Не может прям в упор, это как тупо. Десятка это вход в дом. Вот они как-то... Вход, вход, вот. Какая-то... Что-то открытое. Вот, ага, девятка, короче говоря... И восьмерка. Ну, пока так. Если я даже двоих поставлю. Не знаю, зачем. Просто пока так и разместим. Я думаю, что он же в доме живёт. Роббис Первый. Он же не будет в ресторане. На втором этаже с своими деньгами ошиваться вечно. В общем, ладно. Пока ещё до штурма долго. Нарушение скоростного режима. Таксист сообщил, что на светофоре его подрезал грузовик и припарковался в неположенном месте. Эти уроды вообще страх потеряли. Сделайте что-нибудь. Ну, это... Не звучит сложно, скажу так. Отправим двух... Двух по триста. Это какое-то простое дело. Ну, там человек нарушил скоростной режим. Не думаю, что он сейчас там начнёт по нам шмалять. Издробы... Оооо. Смотрите, они просят поддержки, но, блин, там спецнация и автозак. Алё. Ну, на ка... Фух, слава богу. Порча имущества. Стэнли Говер направлялся к своему загородному дому и столкнулся на дороге с ржавым автомобилем, который ехал очень медленно и вилял из стороны в сторону, не давая его обогнать. Мистер Говер сумел пораскочить вперёд и крикнул несколько проклятий в адрес водителя. Вскоре мистер Говер пробил колесо и был вынужден остановиться. Ржавая машина его нагнала, оттуда вышел массивный мужчина в рваной одежде, достал гаечный ключ и стал бить автомобиль. А затем он снял штаны и начал бить этим гаечным ключом автомобиль. И спражнился прямо на лобовое стекло. Мистер Говер заперся в машине и сидит в ахуе, боится выходить. Так. Это не проблема. Это не проблема. Да и в принципе ничего серьёзного. Я думаю, что достаточно этих троих, чтобы разобраться с каким-то там мужиком. Так, всё, преступник пойман, офицеры не вредили. Ох, там сейчас на основы и кадры придут. По-моему, будет достаточно, чтобы разобраться с терактом. Если, конечно, кадры у нас верные. Но мы это узнаем, когда посмотрим. Покушение на убийство. Автомастерская. Автослесарь психанул, когда клиентка отказалась платить за ремонт машины. Мужчина включил газовую горелку и угрожает испортить девушке макияж. Ну, что за свинство? Вот что это за ублюдство, да? Не платить за... Этот, как его? Не платить за ремонт. Что это? Ну, как... О, боже мой. Реально, это просто пипец. Просто отвратительно. Да ладно. Вы что, серьезно? Вы вооружены и опасны. Алло. С одним мужиком бы сейчас не справиться бы, да? Ой, боже. Ну, ладно, слава богу, обошлось. Они, видимо, тоже обосрались, когда увидели гаечный ключ в руках и штанов. Автослесарь схватил девушку за волосы и держит включенную газовую горелку рядом с ее лицом. Бросай горелку, или я тебе жопу подпалю. Приставить голове мужчины пистолет. Мужчина, я потерял зажигалку. Дайте, мужик, я потерял зажигалку, дай огоньку. Говорю я ему. Он такой, да, конечно, я его хопаю и обезвреживаю. Это был отвлекающий маневр. Черный седан протаранил грузовик на мосту и взорвался. Вскоре в участок поступило несколько сообщений, что за рулем был террорист-смертник, у которого где-то поблизости есть сообщники. Вау. Так. Блин, а если я двоих еще вот этих... Даже так отправлю. Звучит просто очень страшно. Террорист-смертник. Ну, мы отправили просто чудовищно квалифицированных ментов. Надеюсь, они исправятся. Лучших из лучших отправили. Сейчас хопа, и все взорвались и умерли. Контрабанда. Представитель, эээ, Сайт Вольт Импорт сообщила, что в порту разгружают крупную партию контрабанды и поваренной... Псс. Поваренной соли. Наша компания уже полгода терпит убытки из-за этого нелегального товара, но полиция, как обычно, бездействовала, так что нам пришлось нанять частного сыщика, чтобы выйти на преступников. Мы бы и сейчас сами разобрались, но контрабанду охраняют вооруженные громилы. Так что будьте добры, сделайте свою работу. Не, ну это, конечно, даже стыдно мне стало, честно говоря. Я, пожалуй, выполню ее. Пожалуй, выполню обязательно. Вооруженные громилы будут наказаны. Так, взрыв. Вау! Мы еще и взрывчатку. Да, смотрите, нормально, можно отправлять высококвалифицированных, и даже из другой, из другой, так скажем, политической религии. Так, у нас есть один кадр-дубликат, я уже вижу. Но кадров все равно хватает. Так, давайте смотреть. Гаррет Холл взорвал церковь с темнокожими прихожанами во время воскресной службы. Погибло 32 человека, ранены 59, жесть. Гаррет Холл, глава банды «Снежные воины», всегда ходит в костюме с деловым портфелем. Именно Холл распространяет идею о том, что темнокожие медленно вытесняют белых, ох, с их рабочих мест. Так, погодите, вот. Какой из них деловой, а? Это выглядит более деловым, но он везде вот с этим. Значит, вот с этим, окей. Так, церковь. На воскресной службе многолюдно можно легко задеряться в толпе. Вот он затерялся. Взрывчатка. Гаррет Холл использовал взрывчатку С4, которую привел к действенной расстоянии. Эээ... Это что это? А, это... Все, это да, С4. Эксперт-криминалист. Судя по характеру повреждений, взрывчатка была прикреплена под одной из церковных лавок нас в главном зале. Эээ... Ну вот. А, стоп, ну... Короче, смотрите, он такой подошел, сел, достал, прикрепил. Эээ... После начала службы ни один автомобиль и церковной... эээ... с церковной парковки не отъезжал. Все. Гаррет Холл глава банды Снежные войны. Так, где он может быть? Эээ, стоп. Так... А, да ладно! Блин, у нас два дела на следующий день надо? Ой, какой отстой. Так, ладно, хорошо. Неудобно вышло. Контрабанда. Класс. Мы справились. И, друзья, день... День завершен. Практически. Да, все. Хорошо, попытаемся арестовать на следующий день. Завершить. Ох, исследование. Подгузники на 80% увеличивают риск бесплодия. Отставной детектив. Половина убийств остаются нераскрытыми. Ледовая арена примет конкурс бородачей. Так, все. В полицейском участке меня чуть-чуть не любят. Ну, давайте. Я слишком устал, да. Да, перебрал, иди. Я всю ночь не мог уснуть. Сейчас в ухе что-то звенит. Можно? Нет. Мой дед болен эпилепсией. Да, ладно. Твой дед. Может, твой муж, блин? Может, я своего мужа называю дед? Потому что она сама выглядит очень старой. Так. Возьмем что-нибудь послушать. Это что-то мрачное. Подстать ситуации, которая творится в городе. Да, вот, прям уже мрачное. Да, вот, прям уже мрачное пошло. Так, наши доли. Ох, поехали, друзья. Безумно любят пончики. Эм, у Гарта Холла запланирован служить по делу за сыном после развода. Так. И что там еще? Эм. Так, здание суда. Пончиковый автосалон. Гарта Холл покупает новый Кадиллак. Ну, наверное, он на суд пришел. Эмили Карр прилежно посещал лекции. Так, сюда мы задержим Эмили... Хотя нет. Возьмем вот этого и вот этого. Так. Поедем к ней. Так. А тут себе новый Кадиллак. Наверное, и в здание суда. Вот так. Да. Так, что у нас тут? Миссис Каба выносила мусор и увидела, как в подворотне пятеро парней избивают мужчину. Поспешите, убьют же бедолагу. Покушение на убийство. Так, нет. Красных трогать не будем. Они для серьезного дела нам... Ох, да ладно. Здесь столько народу требуется. Серьезно? Вау, блин. Так, ладно. Придется отправить красных. Ну, вот так давайте. Что-то прям подозрительно много требуется всего. Так, стекольщик. Отправим туда Кана. И Хлоя Лич. Поехали. Так, мэрия попросить. Вроде бы совсем разобрались потихоньку. Биржа труда. Этот парень уже был, уже нет? Короче, нам завезли с вами кучу никчемных... Сами понимаете. Так, персонал. Я не знаю, кого нанять-то нам. Давайте наймем детектива на... Б. Так, жестокое обращение с животными. Высокий женский голос пропищал в трубку, что в зоопарке мужчина пытается износировать жирафа. Да-да-да. А Санта-Клаус верхом на тюлени какает на памятнике вместо голубей. Конечно, да. Массовое убийство. Отель у ледовой арены. Консьержа в отеле испугали 8 мужчин, которые без лишних слов прошли к лифту. Под плащами они прятали какие-то предметы, похожие на оружие. Через 10 минут с четвертого этажа стали раздаваться очереди выстрелов и крики. Блин. Так, изнасилование. Все, преступник пойман. Так, теракт. Блин, не то место. Жестокое обращение. А, это бред, да. Слушайте, сюда нужно много. У нас... У нас просто нет кадров. Я хотя бы подожду сейчас зеленых тогда. Мы смешаем покушение на убийство. Так, здесь замечательно все. Директор зоопарка сообщил, что у них никогда не было жирафа. Ну вот. Может, просто какого-то высокого парня изнасиловали, я не знаю. Ну, придется вот так смешать. Поехали. Покушение на убийство. Мужчина в инвалидной коляске вооружился ящиком коктейлей молотова и намерен сжечь дом своего адвоката. Эм... Блин, почему столько... Почему нужно столько много людей, чтобы задержать парня в инвалидной коляске? О чем вы? Так, нам надо подождать, когда вернутся менты. Да, у нас будет достаточно. Так, ну тогда ладно. Он любит пончики. Давайте, хорошо. Давайте отправим его в пончику. Потому что, на самом деле, может быть, везде. Массовый... Боже мой, сколько нужно ментов? Да у меня нет столько просто кадров. Чего за задания такие безумные-то? Я не могу понять. Ой, блин. Так, вперед, давайте, инвалиды арестуйте. Ой, ну нет, сюда мы не успеваем. Зря я оставил под Понгхана. Массовое убийство. О, они сработались, кстати говоря. Ну да, сюда у нас просто нет кадров. Массовый драк. А грузчикам в очередной раз не выдали зарплату. Они взбунтовались и пошли на главный офис штурмом, чтобы взять деньги из сейфа. На защиту устала охрана, а завязалось крупное побоище. Теракт. Преступник пойман. Он, короче, в Пончиковой сидел. Жиробас, а. Уничтожить банду. Да, спасибо. 60 тысяч, да, взять. Жалко, жалко, побоище, походу, закончится очень плохо. Нападение с применением огнестрельного оружия. Посетитель городского тира сообщил, что в помещение вышел... В помещение вошел волосатый мужчина в черной одежде и открыл огонь по управляющему из настоящего револьвера. В тире осталось несколько человек, а нападающий, кажется, не собирается останавливаться. Да, блин, гражданский погиб. Этот скользкий ублюдок выжил из меня все деньги, а дело проиграл. Теперь я подыхаю на минимальном пособии по инвалидности. Жалуется мужчина, чиркает зажигалкой. Попросить погреться от зажигалки. Приказать зевакам разойтись. Эвакуировать семью адвоката. Попросить погреться от зажигалки. Инвалид поджигает один из коктейлей Молотова и замахивается. Выстрелить инвалида. Выстрелить коктейль Молотова. Выстрелить воздух. Выстрелить инвалида. Выстрелить в инвалида. Это помогло. Он был опасен. Я перестраховался, боялся за жизни своих парней. Так. Ну, в общем, он не собирается останавливаться. Я думаю, что... Тогда мы его остановим. Не знаю, достаточно ли этих ребят, но... Надеюсь, что да. Подозрительный индивидуум. И девушка сообщила, что на улице ее преследовал подозрительный длинноволосый парень. Он шел за мной до самого дома, а потом побежал. Я едва успела скрыться. Эм... Папапа. Проверим на всякий пожарный. Так, что это такое? Фергус Слатери. Футбольный стадион Мунлайт. Джек, дружище, ты ведь знаешь, что у нас сегодня рогбийный матч. Пожарный против копов. У меня на последнем вызове случилась беда. Горящая крыша дома валилась на нескольких наших ребят, пока те вытаскивали гражданских. Погибли наши лучшие игроки, и теперь борьба не получится, если только ты не попросишь четверо своих лучших парней сыграть за пожарных. Сам знаешь, сфинансирование у нас туго, но выпивка после матча будет железно. Надо помянуть ребят. Хорошее дело, конечно, но ментов у меня нет, сорян, бро. У меня сейчас, я не могу дать тебе четверых. Уж слишком туго. Кстати, штурм, давайте почитаем. Стекольщик. Меня позвали заменить стекла на более прочные, после того, как крупный град пробил большую часть окон, прямо аномалия какая-то была. Говорят, что одну из коров вообще насмерть пришибла, градина пробила животному череп. Я установил лучшие стекла итальянские, такие выдержат любую непогоду. Пару окон ресторана прямо над главным входом. Меня попросили пуленепробиваемыми сделать. Видимо, боялись, что веганы-снайперы заберутся на водонапорную башню и начнут оттуда палить по мясоедам. Ха! Я-то посмеялся, но работу свою сделала на совесть. Те окна теперь разве что взрывчатки получится снять. Надо постраховаться, вообще-то. Тогда получается. Так, получается, прямо над входом, да? Прямо над главным входом. Главный вход это пятерочка. Пару окон над главным входом. Какие из них здесь... Ну, вот эти вот шесть. Три, ну ладно. Так, шестерочка. Тогда нам понадобится вот сюда. Вот так вот сделать. Не знаю, куда этого парня поставить, честно говоря. Давайте его отправим сюда, до кучи. Все, мы больше никуда его присоединить не можем. Хотя он может попробовать сработать один. Поставим его пока сюда. Без этого. А эти пойдут стекла долбить? Ну, чтобы снайперы прохерачили. Просто этажа весь не рухнет, понимаете, от водонапорной башни. То есть тоже ситуация странная. Вот, не убьет ли этих? Ну, в общем, пока так попробуем. Бывшая официантка. Меня на работу в этот ресторан привела подруга. Говорила, что заведение приятное. Чаевые, чаевые отличные, а хозяин настоящая душка. Чаевые действительно не подкачали ресторан тоже ничего. А вот мистер Чаффи мне сразу не понравился. Глаза у него безжалостные и равнодушные были. Немного поработав, я возненавидела высокий порог на входе в ресторан. Приходилось поднимать ноги, словно цапля на болоте, чтобы не оступиться. И сам доверной проем почему-то был таким узким, что с подносом можно было только боком протиснуться. Одна из девчонок как-то раз не вписалась и уронила поднос, разбила посулу. На шум вышел мистер Чаффи и с гадкой улыбкой сказал, «Изящнее нужно быть, молодая леди, а на следующий день тут девчонку уволили». Ну, понятное дело, что это все для подстраховки. Нам только от этого нехорошо, не плохо. Нехорошо, неплохо. И, кстати говоря, касательно штурма, у нас вот там вот хлев вот здесь. Можно взорвать что-то, перекрыть выход, да, откуда-то, по-моему, из дома. Вот это, это, это хорошо. Он решит сбежать, а мы его тут за, как бы, хопа. Да, лучше сюда. А это будем тут штурмовать. В общем, пока что, друзья, вот такой вот у нас расклад. Такой у нас расклад. Вот, отчет, подозрительный индивидуум, все нормально. А, действительно, кстати говоря, это был не фейк. Нападение с применением к зеленому оружию. Так, у нас 22 часа. Давайте отправим им плейтоник на подстраховочку. Вооруженное ограбление. Синтия Бутик. Синтия Йегер сообщила, что прямо сейчас шестеро вооруженных до зубов людей в масках грабят ювелирный магазин. У них страшные автоматы, они стреляют во все стороны, везде дым, жуть просто. Но самое странное, что там куча людей с камерами и какой-то бородатый мужик на всех кричит и командует. Это безумие какое-то. Блин, понятно. В общем, фильм снимают. Кто не понял, боже мой. Какие же тупые есть, отбитые, да? Просто жесть. Массовая драка. Общежитие Чайнатауна. Молодой студент Алькхазур Султыгов пришел ночью под окна общежития и стал петь песню для своей возлюбленной, с которой накануне разругался. Жители округи из-за шума стали просыпаться, кто-то стал бросаться музыканту обувью и другими подручными средствами. А другие, наоборот, хотели поддержать молодого романтика. Вскоре люди явно разделились на два лагеря, стали кричать друг на друга, выходить на улицу, развязалась очень жестокая драка. На момент вызова полиции в ней участвовало порядка 25 человек, но постоянно подтягивались новые участники. Это весело, честно говоря. Я думаю, что мы пополним, пополним, пополним ряды участников. Так, ну а там бред. Пополним с вами ряды участников. Надеюсь, нам понравится эта смачная драка. Так, здесь все замечательно. Вооруженное ограбление. У магазина проходит до съемки сцен для новой части боевика. Круто сваренное. Круто сваренное. Это офигительный, кстати говоря, комикс от, по-моему, Фрэнка Миллера. Я могу ошибаться от кого, честно говоря. По-моему, от Фрэнка Миллера. Круто сваренное, правда, называется. Вот, любители охренительной рисовки чудовищного ультра-насилия советую почитать. Так, отказаться. Массовая драка. Здесь и так у нас достаточно ментов, да. И все. Да, завершить день. Замечательно. Все, друзья. Прекрасно. День 172-й у нас уже. И мы на этом завершаем наш выпуск, друзья. И продолжим уже в следующий раз. Короче говоря, не хворайте, не болейте. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Группа ВКонтакте, группа в Стиме. Подписывайся. Там информация удобная о стримах и прочем. Есть плагины автоматического уведомления. Если не хочешь подписываться на группы, есть я ВКонтакте. Вот. И есть канал на Твиче, где проходят прямые трансляции. Второй канал на Ютьюбе, где выкладываются их записи. Все. С вами был Сергей Халье. Не хворайте, не болейте. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.